Полвека тому назад родина сказала надо, геологи ответили есть. И поздней осенью 1966 года из разведочной скважины вырвался мощный газовый фонтан. Так было открыто Оренбургское газоконденсатное месторождение. Уже в начале 70-х годов стало ясно, областному геолого-разведочному управлению не хватает квалифицированных кадров, бурильщиков, дизелистов, машинистов буровых, водителей. Для их подготовки в 1972 году в Оренбурге открылось ГПТУ номер 10 геологов. Среди мужских профессий нашлось место и для прекрасного пола. Чтобы больше было девушек в бригадах, значит нашему училищу было дано задание готовить лабораторов химического анализа. И мы их отправляли от Ангельска до Находки. Быть нефтегазоразведчиком значит обеспечить себе хорошее будущее. Раньше профессия геолога была окутана орелом трудовой романтики. Сегодня она гарантирует успех на рынке труда. Выпускников техникума, новый статус 10 училища геологов обрело в 2011 году, охотно принимают на работу крупнейшие компании всей страны. Сегодня, если говорить про Оренбургскую область, ну запасы газа заканчиваются, нефти невольно много. Но у нас столько, такая большая перспектива. И в основном сегодня выпускники едут туда уренгой. Вахтовый метод. Востребованных. У нас невостребованных студентов нет. На торжественном собрании в честь 45-летия техникума чествовали его ветеранов, тех, кто стоял у самых истоков учебного заведения. Это их усилиями была заложена образовательная и производственная база техникума. Они являются носителями его лучших традиций, передают свой опыт новому поколению педагогов. Многолетний труд преподавателей и мастеров профобучения отмечены благодарностями губернатора, председателя законодательного собрания и министра образования области. Что пожелать? Ну, наверное, конечно, хороших и благодарных студентов и выпускников, которые бы были конкурентны на нашем рынке. Искренне желаю, чтобы нефтегазоразведочным техникам существовало еще не одно десятилетие. Виталий Дерябин, Семен Воробьев. Новости дня. Виталий Дерябин, Семен Воробьев. Новости дня.